Отпусти, я не видел никакую сметану. Ну да, даже улик никаких нет. Кот, мы тебе верим. Главное в жизни найти того, кто будет смотреть на тебя так же, как этот парень смотрит на торт. Я, когда уличная кошка увязалась за мной после того, как я её погладил. Но я понимаю, что не могу забрать её домой. Стой здесь, я пойду. Не иди за мной. Фёдор пишет, ты в душе. Ходячие мертвецы, карантин. Только мы будем сидячие мертвецы. Ну мы же дома сидим. Выход есть всегда. Ммм, двустороннее прогревание. Я начал работать из дома, поэтому приодел своего кота, чтобы он выглядел солидно, когда попадёт в кадр по видеосвязи. А если он вживётся в роль твоего начальника, коты такие. МТС возле значка уровня приёма сигнала теперь пишет МТС Будь Дома ЛТЕ. Такую надпись будут видеть все абоненты в ближайшее время. А ну сейчас проверю, у меня как раз МТС. Не, у меня не написано. Либо мемы нас дурят, либо до меня ещё не дошло. Если у кого-нибудь есть такая тема, напишите в комменты. 16 сезонов экстрасенсов и ни одна зараза не сказала про коронавирус. Это фиаско. Да, чем они вообще там занимаются? В Канаде живёт пёс Гром размером с пони. 95 килограмм. Это же почти как я. Зацените, у него даже миска с едой на столе стоит. И да, всем привет, друзья. Меня зовут Алексей Сова. И это новый карантинный выпуск Мемозга. Поехали. Никто не подойдёт незамеченным. Бюджетное зеркальце. Защита от коронавируса на высшем уровне. Кто-то пишет, чеснок на маске просто чума. О, там реально чеснок висит. Я и не заметил сразу. Интересно, а помогает вообще чеснок? Я вот что-то не интересовался на эту тему. Я помню, мы когда мелкие были, нам на шею вешали чеснок, когда мы в школу шли. У кого-то, например, родители брали, ну, вот этот желток от киндер-сюрприза. Делали в нём дырки. Квали туда чеснок и вешали его на шею ребёнку. И он шёл в школу. И типа это помогало не заразиться. Интересно, с коронавирусом это работает? Если да, скоро все будем ходить с такими штуками на шее. О, у меня появился бизнес-план. Скоро я открою сайт по продаже таких чесночных амулетов. И буду на своём канале рассказывать, как это эффективно. Шучу, шучу, не буду я так делать. Я же не буду вам врать. Вот если реально это будет помогать, то почему бы и нет? А просто придумывать всякую фигню и обманывать людей это не хорошее дело. А сколько вы отдыхаете в перерывах между тренировками? Зависит от того, насколько интенсивны и тяжелы эти упражнения. Но в среднем от 6 до 12 месяцев. Скорее ближе к 12. Обычно все после зимы к лету хотят позаниматься и похудеть. Думал, что встречу конец света в камуфляже, отбиваясь от зомби. Но скорее всего в этот момент буду в грязной одежде включать следующую серию друзей. Е-е-е, тусим! Говорит кот. А питомцы-то как счастливы наши. От того, что мы дома остались. Все. Сейчас лучше работать из дома. Архитекторы. Это Майнкрафт? Я всё правильно делаю? Ну, не совсем. Мужу 40 лет. Набирает на выходной пиво, уезжает на дачу и смотрит Симпсонов. Говорит, что улетает в параллельный мир, где всё весело и классно. Где детство и беззаботность. Это потрясающе. Ну, Симпсоны это вроде как мультик для взрослых как раз. Я по утрам иногда включаю телек и смотрю Симпсонов. А ещё вся правда о медведях. Это уже не совсем взрослый мультик. 18 лет. Я спал 2 часа, потом разгружал вагоны, сдал экзамены, прошёл пешком 10 километров, чтобы попасть на эту вечеринку и безбашенно отжигать до утра. После 20 лет. Я чё-то помылся и очень устал. Наверное, не успею собраться и приехать. 20 лет. А как вы хотели? Да, раньше я мог километров по 10-20 в день спокойно нахаживать. А сейчас я и необходимый минимум не нахаживаю. Ну, 8 тысяч шагов в день. Редко бывает. СМИ. Интернет полон ненависти. Интернет. Как правильно купать ваш камень? Успокаиваю себя тем, что на карантине растолстеют все, а не только я. И будет не так обидно. Выйдем потом толстенные на улицу, а там все толстющие, с жопами как дирижабли. Будем вместе радоваться солнышку, если с такими жопами на улице все поместимся. Будет весна, будет хорошо. Не брала я ваши котлеты со сковородки. Честное слово. Бедненькая, аж усы поопалила. Совершенно левая веслоухая кота-женщина пишет. А давайте перескажем любимые литературные произведения с учетом карантина. Обломов на диване, к нему никто не приходит. В Екатерингов не надо, все мероприятия отменили. Штольц не возвращается, Ольга сидит дома. Обломов долеживает до конца жизни, роман занимает 200 страниц. Олениный кусок пишет. Бабка-процентщица помирает до прихода Раскольникова. Конец. Еще пишет. Или скажем занятия в Хогвартсе отменены, потому что 80% преподавательского состава старше 65. А это правда. Дамблдор использует бороду вместо маски, МакГонагал превратилась в кошку. Снейп рассекает в костюме чумного доктора, Хагрид и Трелани не заметили разницы и сочуют у себя дома. А ведь правда, Дамблдору сколько лет? 150? Он по-любому в зоне риска. Три типа людей на карантине? Ну что, как карантин проходит? Не стяг. А-а-а-а. Спит. Мы с парнями в январе. Мы с парнями в феврале. Мы с парнями в марте. Когда наступает 2020-й, ты осознаёшь, почему поколение Z названо в честь последней буквы английского алфавита. Ммм, а в этом есть какой-то смысл? Возможно. Надеюсь, нет. Сейчас чай допью и снова за работу. Зато такую кружку сложно будет забыть в комнате. Хотя я и такую забуду. Твои тапки никогда не будут сухими. Понял, пёс. Блин, эта стрижка выглядит как фотошоп. Но это не фотошоп. Я одна такая долбанутая, которая делает какие-то дела и комментирует их своей собаке. Типа, так, сейчас мы с тобой поставим чайник. Сейчас мы купим творог и сделаем с тобой сырников. Вот, мы с тобой молодцы. И полы помыли, и кушать приготовили. Алло, дурка, к вам сейчас новенький приедет. Я с кошкой тоже разговариваю периодически. Ну просто так веселее. Почему бы и нет? Всё больше убеждаюсь, что моё эмоциональное состояние зависит только от двух внешних штук. Погоды и денег. То есть, стоит прилететь чему-нибудь на карту, а термометру перевалить за плюс 10, и хоба, всем лежать, это захват серотонина. Да не, почему ещё потусить с друзьями или близкими, тоже круто поднимает настроение. Или посмотреть ролик совы. Все, сейчас лучше работать из дома. Сотрудники РЕН-ТВ. Мне кажется, им не страшен вирус. Я из тех, кто каждую минуту щупает карман. Потому что кажется, что вибрирует телефон. Да, есть такая тема, называется фантомные вибрации. Это не шутка, она реально есть. Я. Мам, наш кот сказал, что хочет забрать мою душу. Мама. Наш кот, не неси ерунды. Наш кот. Причём мама имела в виду не то, что кот не умеет говорить, а то, что его вообще нет. Семейное фото во время испанского гриппа, 1918. Кто-то пишет, преемственность поколений. О, да. Интересно, а кошки могут заболеть этой темой? Надеюсь, нет. Чему пандемия научит человечество? Очное образование устарело. Не, ну я с этим не согласен. Да, в некоторых случаях можно обойтись дистанционным образованием. Но личное общение ничего не заменит. Ладно, чё там ещё. Живые совещания можно не проводить в 90% случаев. Ну да, с этим согласен. Но опять же, не всегда это работает. Ну, 90% да, согласен. Большую часть офисной работы можно делать откуда угодно. Это факт, это точно. Ваше присутствие в офисе нужно только для того, чтобы начальник контролировал, что вы работаете. Треть людей на работе тупо просиживают штаны и ничего не делают. Вот как раз поэтому и нужна офисная работа. Ну, присутствие в офисе. Чтобы вы там штаны не протирали, а вас контролировали. Здороваться за руку, это прошлый век. Особенно учитывая тот факт, что многие не моют эти самые руки. А что более прогрессивно? Носить шляпу и приподнимать её в знак приветствия? Это вообще позапрошлый век. Не, здороваться это нормально. Шестое. Люди тупые. Ну, даже не знаю, ладно. Седьмое. Естественный отбор всё ещё работает. Это да. Пока остальной бизнес хоть как-то барахтается, бизнес домушников лёг полностью. Вот-вот, а кто подумает о домушниках? Шучу, шучу. Так вот ты какой, чучело-миучело. Хорош обижать кота. Он уже посидел от твоих шуток. Кот в доме хозяин. Сначала приносишь домой маленький миленький комочек шерсти с розовым носиком, а спустя несколько лет это чудище гневно пыхтит и бьёт хвостом, потому что ты слишком долго открываешь корм. И вообще гоняет тебя по кухне, как бык Ториадора на испанской кориде. Жизнь на карантине. Вся лента на карантине делится на две части. Первая. Ого-го, я впахиваю на удалёнке. Сегодня работал 24 часа, завтра думаю 25. Чё, когда вы там сериалы смотрите? Алло, мне даже туалетка не нужна. Я как бы не успеваю срать. Боже, как я продуктивен. Вторые. Вот, посмотрите, нарядил кота в костюм гуся. Нужно находить баланс. И работать, и кота наряжать в костюм гуся. Хм, я вот сейчас подумал, у меня как раз работа заключается в том, чтобы наряжать кошку в костюм гуся. Без культуре. Питер. Иду по дворам, в подворотне бомж ссыт. Я ему. Ты другого места не мог найти. А он мне. А мы с вами разве на ты? Ха, уделал. Какой сейчас год? 2020-й. До или после того, как гречка стала главной мировой валютой? Да ладно, гречка не может стать мировой валютой. Это же еда. Пойду куплю гречки, пока не началось. Жан Кеша Ван Дам. Можно его еще научить звуки всякие и издавать, типа... И гости будут приходить, а он летает, крутит сальтуху и прикрикивает. Как это дети будут три недели дома? Что, прям каждый день? Но зато у них там есть свой бункер. Ты умрешь в нищете, совсем один, окруженный только страданием и болью. Простите, что вы сказали? Я говорю, распишитесь, здесь и кредит ваш. А мелким шрифтом ты там еще и душу продаешь. В магазинах появились кассы самообслуживания. А это значит, что после филфака шансов найти работу стало еще меньше. Но у нас в больших магнитах давно уже есть кассы самообслуживания. Только они нихрена не работают нормально. Фух, давайте дальше. На пятый день безвылазного домашнего карантина столкнулась в коридоре с мужем. Пообщались за жизнь, а он ничего, мировой мужик оказался. Да, вспомнил старый анекдот. Выключили свет на весь день, пообщался с родными. А чё, нормальные люди. Что-то. Попросил жену что-то приготовить. Не люблю укроп. Не совсем понимаю, где Брюс Уиллис и Уилл Смит. Мир в опасности от них ни слуху, ни духу. Где их носит? Да их наоборот беречь надо. Они же в зоне риска. Брюс Уиллис понадобится, когда астероид будет лететь к нам. А Уилл Смит, когда уже на земле никого не останется. Ну, судя по фильмам. Это же гениально. В этой каше лежат яйца динозавров. И когда ты ее варишь, динозавры вылупляются. Очень круто. Кто-то пишет, чего только не придумают, чтобы заставить человека есть кашу. Ну и все будут просто выбирать динозавриков, а кашу не есть. Инфа сотка. Этот гребаный вирус превращает всех людей в голубей? До, после. Хм, оригинальненько. Я такая дура, зачем я с тобой вообще связалась? Я знаю, что поможет тебе успокоиться. Гель для душа, успокаивающий дуру. Дуру! Сами вы дуру. Знаете, что самое обидное, когда варишь пельмени? Вода уже закипела, открываешь холодильник, а пельменей нет. Поэтому обязательно убедитесь в наличии пельменей в холодильнике перед началом варки. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом. Ну, типа как на радио. И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. Это сейчас не ускоренная перемотка была, это я так сказал. Не знаю, зачем я так сказал, ладно. В общем, ставьте лайк этому... В общем, ставьте лайк под этим роликом, если он вам понравился. А также подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Боже, почему я стал теперь так говорить, ладно. Фух, надо пойти покушать. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»